Заседание ученого совета. Что нового? Кто стал студентом года Республики Татарстан 2022 года? Ну и в конце концов объявили, собственно, гран-при. Вот такой был день, довольно хороший, я думаю, получился. Газовые плиты отравляют здоровье детей. Школьники из Лисичанска продолжают обучение в университетской школе КФУ. Нам здесь очень нравится, нас хорошо встретили. Всем привет, в эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. В Казанском федеральном университете состоялось традиционное заседание ученого совета. Какие вопросы поднимались на повестке дня, расскажем далее. 26 ноября в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло очередное заседание ученого совета. До начала основной части ректора вуза Ленар Сафин вручил награды сотрудникам Казанского федерального за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. Для представления претендентов по выборным и конкурсным делам слово предоставляется заместителю представителя конкурсно-настоящей комиссии ученого совета профессору Таюрскому Дмитрию Альберевичу. Повестка дня включала в себя несколько актуальных вопросов, а также раздел «Разное». Перед членами ученого совета стояла задача выбрать заведующих кафедрами, провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-предподавательскому составу, а также обсудить вопрос присвоения ученых званий и выдачи дипломов кандидата наук в Казанском федеральном университете. Есть ли вопросы еще? Кто за то, чтобы принять данное решение? Прошу голосовать, кто за, кто против, воздержался, единогласно. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом повестка заседания ученого совета исчерпана за исключением вопроса, связанного с процедурой голосования. В финальной части заседания был поднят вопрос об утверждении представленного плана работы Комиссии социологических исследований КФО в 2023 году. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. Накануне стали известны результаты конкурса «Студент года Республики Татарстан». Кто им стал, выяснял наш корреспондент. Аспирант Казанского федерального университета Никита Лихачев никак не ожидал, что станет обладателем этого почетного звания. В конкурсе он принимал участие не впервые. Ранее не удавалось попасть и в тройку победителей. Теперь, спустя несколько лет, на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» награда нашла своего героя. Никита не сразу осознает, что стал победителем. День и без этого был богат на события. Мы приходили в гости к ректору нашего университета, Ленару Инатовичу. Потом был концерт в Униксе. И потом, собственно, мы с ребятами, с гостями пошли в пирамиду на «Студент года Республики Татарстан». Смотрели разные выступления. Мы наблюдали за тем, кто в разных номинациях выиграет. Мы, например, искренне переживали за студенческий спортивный клуб КАИ. Они там в некоторых других номинациях стали лауреатами, призерами. Ну и в конце концов объявили, собственно, гран-при. Вот такой был день довольно хороший, я думаю, получился. Заявку на конкурс Никита подал еще осенью. Члены жюри рассматривали как личные, так и командные достижения аспиранта. Сам конкурс проходил в три этапа. Тест на знание истории, дебаты и самопрезентация. Свою победу Никита сравнивает с победой Лионеля Месси. Аргентинцы, когда выиграли Кубок мира, безумствовали, праздновали. Там вратарь Аргентины Мартинес вообще какие-то вещи самые разные творил. Но Лионель очень спокойно, просто с улыбкой, с теплотой это воспринял, как настоящий лидер сборной Аргентины. Так, наверное, у меня получилось со спокойной душой, с такой теплотой внутри. Наверное, понял, ну, все было не зря. Загадывать планы на будущее Никита не спешит. Боится сглазить. Но общее направление себе уже задал. Самосовершенствоваться и трудиться на славу родного университета. Маргарита Михайловна, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. Ученые обнаружили корреляцию между количеством болеющих астмой среди детей и присутствием в доме газовой плиты. Все дело в побочном продукте горения. Подробнее в теме разбирался наш корреспондент. Накануне информационное агентство Bloomberg сообщило, что газовые плиты, установленные в жилых домах, могут становиться причиной астмы и других проблем со здоровьем. По словам экспертов, на исследования которых ссылается агрегатор, они также загрязняют воздух. Согласно подсчетам ученых, использование газа для приготовления пищи в жилых домах увеличило риск временного появления астмы на 42%. Действительно, сейчас накопился корпус данных, который свидетельствует о том, что использование газовых плит возможно связано с учащением случаев возникновения астмы у детей. Но сразу хочу сказать, что это далеко не единственная и не главная причина возникновения астмы, но на самом деле не только у детей, у людей в любом возрасте. Специалисты объясняют, что вред от газовых плит связан с тем, что при сгорании природного газа выделяются вещества, вызывающие воспалительные процессы в дыхательных путях. Это и может привести к дальнейшему развитию патологии. По словам специалистов, замена газовых плит на электрические ситуацию сильно не изменит. При этом некоторые эксперты подчеркивают, внезапно обнаруженный вред газовых плит на здоровье и экологию лишь оправдание политиков, способ сдержать реакцию европейских граждан на подорожание газа. Поскольку вопросы экологии для европейских граждан тоже очень важны, в этом смысле, конечно, можно ожидать, что некоторая часть европейцев этим объяснениям поверит и прислушается к ним. И таким образом в какой-то мере может быть преодолено возмущение, вот еще раз говорю, европейских граждан дефицитом и подорожанием российского энергетического ресурса. Как бы там ни было, российские специалисты опровергать информацию не спешат. По их словам, причины бронхиальной астмы точно не выявлены. Они могут иметь совершенно разный характер. Все зависит от индивидуальной реакции организма. В Елабугу по приглашению правительства Республики Татарстан прибыли 50 учеников выпускных классов города Лисичанска Луганской Народной Республики. Все подробности далее. 50 детей из Лисичанска Луганской Народной Республики будут обучаться на базе кампуса Елабужского института Казанского федерального университета. Данная мера была разработана специально с целью обеспечить детям возможность поступления в российские вузы. Первые дни своего пребывания в Елабуге ребята познакомились с институтом и школой. Встретились с директором Еленой Мерзон, а также главой Елабужского района Рустемом Нуреевым. Самое главное сейчас ребят социализировать с коллективом школы, чтобы они адаптировались. Для этого я вижу один способ, это совместные мероприятия и спортивного характера, социально-культурного значения, это и на объекты культуры, объекты музея-заповедника, спорт. Я думаю, что вот это поможет. И, конечно, надо активно готовиться к экзаменам, у них год выпускной. Для прибывших из ЛНР в школе университетская сформированы два класса, которые будут заниматься по отдельному учебному плану. Расписание составлено таким образом, что в первой половине дня ученики будут посещать учебные занятия с учителем. Во второй – дополнительные занятия по предметам. Вести их будут студенты-волонтеры. Основная наша задача подготовить ребят к хорошему, положительному итогу по выпуску школ из школы. То есть ребятам предстоит за короткое время вступить в учебный процесс, учитывая, что они уже больше года не учились. И, конечно же, для них это будет, безусловно, наверное, непростой задачей. И мы должны подготовить наших ребят к сдаче единого государственного экзамена. И, конечно же, смотивировать на то, чтобы они поступили в наши вузы Республики Татарстан. Нам здесь очень нравится, нас хорошо встретили. Просто у нас отличные воспитатели, учителя, весь персонал, который нам помогает. Все просто очень хорошие, очень добрые. Все приняли нас прям как родных. У нас отличный ремонт, отличное место жительства нам дали. За нами круглосуточно присматривают тех персонал, медработники. В ближайшее время новым ученикам предстоит определиться с выбором предмета для сдачи ЕГЭ. Ребята полны энтузиазма и уверены, что совместные усилия коллектива Елабужского института, школы, студентов-волонтеров и самих обучающихся приведут к желанному результату. Алина Красильникова, Айдар Нурмеев, Универньюз. В оздоровительно-образовательном комплексе «Батик» прошло закрытие профильной смены для школьников 10-11 классов. Мастер-классы, проектные работы и многое другое было подготовлено для будущих студентов. Скорочтение – методика, которая позволяет быстро и качественно усвоить содержание книги. Такая техника особенно актуальна для студентов, к примеру, тех же филологов. Маляка Хайрула, студентка Казанского федерального университета, разработала первый в России курс по скорочтению на татарском. Подробнее об этом мы расскажем в одном из следующих выпусков. Студенты Елабужского института Казанского федерального университета отметили Татьянин день. Праздничные гуляния развернулись на университетской площади, где все желающие смогли поучаствовать в веселых зимних забавах, потанцевать и полакомиться вкусными блинами. Одним из приятных моментов праздничной программы стало награждение самых активных студентов из разных учебных подразделений. Самым долгожданным поздравлением для студентов стало выступление директора Елабужского института КФУ Елены Мерзон. Ведь для вуза 2023 год станет особенным. Учебное заведение отметит 125 лет со дня своего основания. Всех поздравляю с замечательным праздником, с началом знаменательного года, в котором мы отметим с вами очень много интересных и важных для нас, для каждого студента, для каждого сотрудника, преподавателя нашего университета даты. Это, безусловно, год педагога и наставника, который торжественно откроется в Российской Федерации уже совсем скоро. Конечно же, 125 лет со дня основания нашего учебного заведения. Помните, друзья, вы переживаете самые лучшие годы своей жизни. И, на мой взгляд, эти годы должен пережить каждый человек. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова